Приложение. Критика учения о перевоплощении. Взамен христианского учения о спасении человека во Христе все более распространяется вредное оккультно-теосовское учение о перевоплощении. Согласно древнеиндуской версии этого учения, душа после смерти переходит временно в астральный план, откуда она потом переселяется в другое тело, например, в растения, насекомое, животное или в тело другого человека. Очевидно, в этот список следует добавить микробов и вирусов, о которых не знали древние индусы. При этом тело, в которое предстоит воплотиться в душе, определяется количеством кармы, или дел, добрых или злых, которые она собрала в предыдущей жизни. Если человек делал добро, то его душа переходит в более развитое и благородное существо. Если же жил худо, то его душа наказывается переходом в более низкое существо. Процесс перевоплощения повторяется до тех пор, пока душа полностью не освободится от кармы путем потери всякого интереса к жизни, и тогда она сливается с абсолютом, брахма, или, согласно буддизму, растворяется в нирване. Учение о перевоплощении душ утверждает, что как было время, когда человек не существовал, так настанет время, когда его больше не будет. Человек начал развиваться из низших существ, например, из растений или рыб, и будет развиваться в сверхчеловека. Поэтому нынешний человек — это приходящее существо. Он целиком находится во власти космических сил, которые влекут его к непонятной для него цели и приведут его к состоянию, в котором не будет уже ничего человеческого. Хотя существует несколько версий учения о перевоплощении, на Западе популярна сейчас очеловеченная версия, согласно которой душа человека переходит только в тело человека, более благородного или менее благородного, но не в низшие жизненные формы. Учение о перевоплощении во всех его разновидностях идет вразрез с тем, что Священное Писание говорит о природе и назначении человека. Это уже учение не имеет никаких объективных данных в свою пользу и построено полностью на фантазии. Тем не менее, оно привлекает всех приверженцев тем, что, с одной стороны, оно обещает своего рода бессмертие души в его примитивном языческом виде, а с другой стороны, отрицая верховного судью над людьми и наказание в аду, оно освобождает грешника от чувства ответственности и страха за свои неблаговидные поступки. Логичный вывод из этого учения тот, что если человек и нагрешит в этой жизни, то в следующем своем перевоплощении он сможет поправить дело. После неограниченного цикла перевоплощений каждый человек, в конце концов, достигнет того же конца, что и остальные люди – слияние с абсолютом. Разница лишь в количестве циклов. Кроме того, учение о перевоплощении дает возможность объяснить и оправдать любые страсти и даже преступления человека. Например, если Садомит чувствует влечение к другим мужчинам, то это очевидно потому, что в одной из своих прежних жизней он был женщиной. Если жена изменяет своему мужу, то это вероятно потому, что ее любовник был ее супругом в какой-то другой жизни. И так далее. Помимо того, что это учение и сплошной ничем не доказуемый вымысел, оно при некоторой кажущейся привлекательности в действительности ужасно мрачно. Во-первых, что собственно перевоплощается после смерти человека? Очевидно, не та душа, которую мы отождествляли с нашим «я», ведь наше «я» осознает себя единым и непрерывным существом на протяжении всей жизни. Наше «я» познает, набирается опыта, развивает свои таланты. А тут получается, что весь этот духовный багаж, приобретенный с большим трудом, во время смерти стирается, и человек в своем новом теле должен начинать учиться с нуля. Момент нового воплощения у сознания — белый лист бумаги. Если человек страдает за плохую карму, собранную в прежней жизни, то он никогда не сможет понять, за что именно он наказывается. Ведь он ничего не помнит. Получается, что он несет наказание за дела, совершенные им в состоянии невменяемости, что несправедливо и недопустимо ни в одной законодательной системе. Кроме того, если все люди раньше или позже достигнут той же цели, зачем трудиться или стараться развивать свои добрые качества, делать добро? Да и что это за награда раствориться в нирване, где нет ни мысли, ни чувства, ни воли? В понимании личности наиболее остро сталкивается теософское учение о перевоплощении с христианским учением о человеке. Учение о перевоплощении упраздняет личность. Согласно ему, в космической эволюции она есть лишь переходящее образование и не является прочным ядром человека. В перевоплощениях личность человека не сохраняется. Для теософии прочным, сохраняющимся в перевоплощениях элементом является не личность, а индивидуальность, понимаемая, очевидно, как совокупность каких-то функций и признаков. Индивидуальность же категория натурально-биологическая, образованная эволюционным путем. Получается отсюда, что человек в своей судьбе определён космическими силами. Учение о перевоплощении сущности не решает проблему бессмертия, потому что не сохраняет память о предшествовавших жизнях, необходимую для единства личности. Перевоплощённый оказывается уже другим человеком, а может быть даже и не человеком, а чем-то другим. Теософическое миросозерцание враждебно личности и потому враждебно человеку. Теософский Бог безличен, как и человек безличен, и божество, и человек, и природа — это разновидности Абсолюта. Христианское учение утверждает как раз обратное. Прочной и наследующей вечность является именно личность. Личность сотворена Богом и несёт в себе образ и подобие Божие. Личность не есть продукт космической эволюции и не подлежит развожению или растворению. В этом огромное преимущество христианства на Теософии. Согласно христианскому учению, человек может постоянно совершенствоваться, может войти в общение с Богом и в какой-то мере уподобиться Ему, но при этом он сохраняет свою человеческую природу. Человек произошёл не из низших форм космической жизни. Он сотворён личным Богом и в какой-то мере подобен Ему. Всего этого он предназначен для вечной сознательной жизни. Учение о перевоплощении сталкивается с христианским учением об искуплении. Это ясно видно на евангельском примере благоразумного разбойника, который в одно мгновение своего обращения ко Христу наследует Царство Небесное, минуя индусскую карму. Искупление, совершенное Христом, освобождает человека из власти космических процессов и от власти судьбы. Оно силу и благодати даёт то, что не может дать предлагаемой теософии бесконечное цикловое скитание по космическим коридорам. Современные рассказы о жизни после смерти ценны тем, что они в корне не спровергают оккультное учение о перевоплощении. Действительно, во всех случаях, записанных врачами-реаниматорами, душа после смерти продолжала сознавать себя единой с той, которая жила в теле до смерти. Если она хотела вернуться в прежний мир, то лишь для того, чтобы довершить свою незаконченную миссию. Встречаясь с душами умерших родственников, душа временно умершего узнавала в них живые личности, и они, в свою очередь, узнавали её. Во всех случаях души умерших сохраняли своё сформировавшееся «я». Таким образом, отрицая сохранение личности, учение о перевоплощении, отрицает бессмертие вообще и делает человека игрушкой слепых космических процессов. Но настолько же ложно, насколько пессимистично. Но Христос воскрес. Его силой и мы восстанем с нашими обновлёнными телами для вечной и сознательной жизни. Ему слава вовеки. Аминь.